Максим Трухановец. Легендарный уличный атлет, который также известен своими рекордами для книги Гиннесса. И сегодня я буду смотреть его ролик со советами по изучению выхода силы и разбирать его. Скажу честно, что после последней обучалки, которую я видел, а это был ужаснейший ролик от Гоги, я с некоторым страхом подходил к просмотру этого видео, к запуску видео от Максима, потому что уже были сомнения, что я увижу там что-то действительно ужасное и разочаровывающее. Но в действительности Максим меня не подвел. Это одна из лучших обучалок по выходам силы, которые я видел, а за последнее время я видел их очень немало. Поэтому давайте посмотрим внимательно, послушаем советы Максима. Конечно, есть спорные моменты, куда же без этого, иначе бы я не стал разбирать этот ролик. Но тем не менее, в общем и целом, скажу сразу, это очень толковая обучалка. Поехали! Друзья, всем привет! С вами Максим, и сегодня беспрецедентный случай. Я снимаю обучающее видео, и это обучающее видео о выходах силы. Для начала демонстрация, как это выглядит. Руки у вас расположены на ширине плеч, плюс-минус, шире или уже не надо, потому что так будет тяжелее. Это уже следующий уровень. Вы можете вернуться к этому после того, как научитесь сделать хорошего выхода силы именно на среднем положении. Большой палец у вас расположен снизу, хват не обезьяний, потому что в противном случае ваша рука может уйти вперед, и вы можете получить ушиб или травму. Это вам, конечно, не нужно. Из нижнего положения, положение виса, вы переходите в упор на турнике. Вот и все. Все просто. Да, да, в отличие от некоторых других атлетов, которые говорят про выходы, Максим делает очень правильное замечание касательно хвата, каким хватом нужно браться за перекладину. Нужно, чтобы ваш большой палец был снизу, когда вы берете за перекладину, потому что таким образом у вас есть полный контроль, и рука не может соскользнуть. Если вам кажется, что когда вы делаете выходы, рука никуда не соскользнет, и поэтому вы можете делать их хватом сверху, это будет длиться ровно до первого случая, когда у вас рука соскользнет, и вы треснетесь об турник. После этого таких глупостей вы больше думать не будете. И это особенно важно для новичков, которые еще только учатся этому упражнению и не так хорошо владеют своим телом на перекладине. Для них особенно важно следить за тем, чтобы хват был закрытым. Очень важный момент. Андрей Филиппов, запоминай. В плане упражнения говорится, что вам нужна сила, и это действительно так. Из своего опыта скажу, что для более-менее строгих выходов на две вам необходимо делать порядка 15-20 подтягиваний, строгих причем, плюс-минус. То есть, если вы не можете потянуться столько раз, главной целью на данном этапе для вас является именно совершенствование себя физически. Вот это один из спорных моментов, о которых я говорил вначале, и на котором нужно остановиться. Максим, так же как и очень многие, говорит о том, что нужно иметь какое-то необходимое количество подтягиваний для того, чтобы делать строгие. И логика в его словах определенная, конечно же, есть, потому что выполнение строгих выходов силы, без раскачки, без скиппинга, оно требует этой самой силы. Но дело в том, что продвижение к этой силе будет осуществляться не за счет увеличения количества подтягиваний. Опять же, мой самый любимый континуум. У вас есть сила, когда вы выполняете упражнение на одно повторение, и у вас есть выносливость, когда вы выполняете то же самое упражнение, но на большое количество повторений. Фактически разница между силой и выносливостью в том, что в выносливости есть время. То есть сила – это однократное выполнение задачи, а выносливость – это многократное выполнение, повторение этой же задачи в течение длительного времени. И чем больше времени вы сможете повторять эту задачу, тем более вы будете выносливыми. Когда же мы говорим про силу, а выход силы – это именно силовое упражнение, вам не нужна вот вся вот эта выносливая составляющая. Вам необходимо только иметь достаточный сил, чтобы сделать один единственный выход. Конечно, конечно, в процессе тренировок, допустим, вы можете сделать один выход или одно очень высокое подтягивание. А можете сделать два подхода с немного более низкими подтягиваниями. И здесь, поскольку это континуум, возможны варианты. Но если вы хотите сделать выход силы, то делать маленькие подтягивания, скажем, в половину амплитуды, но 50 повторений, то есть у вас очень большая выносливость, вы делаете очень много повторений, но при этом не развиваете силу практически – это тупиковый путь. Если вы хотите научиться делать выход силы, вы должны фокусировать свои усилия не на увеличении количества повторений в одном подходе, до 15-20 повторений, а на том, чтобы каждое повторение делать как можно выше, стараться подтягивать себя как можно выше, развивая свою взрывную силу, развивая силу мышц спины, рук. И таким образом вы гораздо быстрее научитесь делать выход силы, чем если пойдете по пути выносливости. С другой стороны, опять же, нужно сказать о том, что выход силы – это сложное, тяжелое упражнение, которое требует определенного уровня подготовки. И поэтому вот эта вот рекомендация 15-20 подтягиваний, она будет полезна вам с точки зрения защиты. Защиты своих сушожилий, защиты своих мышц, защиты своих суставов и так далее. То есть, если вы просто решите вдруг без подготовки что-нибудь дернуться на турнике, особенно если у вас еще и лишний вес есть, но вы просто в интернете посмотрели видео какого-нибудь Криса Херри, который обещает за 5 минут научиться выходы, то вероятность получить травму, она будет гораздо выше, чем если у вас уже есть должный уровень подготовки, у вас есть определенный запас прочности, запас силы. И таким образом ваши мышцы и ваши суставы будут защищать вас от получения возможной травмы. И в этом смысле экспертная оценка, когда вы делаете 15-20 подтягиваний, у вас организм уже готов. Вероятность получить травму при этом при изучении выхода силы, она стремится по экспоненте к нулю. Так что, с этой точки зрения, совет правильный, с точки зрения того, что вам необходимо это для того, чтобы делать выход силы, совет неправильный. Для того, чтобы делать выход силы, еще раз, достаточно одного единственного подтягивания. Просто нужно каждый раз подтягиваться все выше и выше, и все. Количество здесь не играет никакой роли. Сила силой, но техника в этом упражнении тоже очень важна. Когда вы делаете выходы, недостаточно просто делать высокоамплитудное подтягивание, как многие советуют. С точки зрения техники здесь все сильно отличается. При подтягиваниях ваше тело идет вертикально вверх-вниз, и локти примерно остаются на одном месте, в одной позиции. При выходах же ваша грудь и локти описывают небольшую дугу. То есть после небольшого сгиба в локте, вы начинаете выводить локти вверх, иначе вы не сможете закинуть себя на перекладину. Второй спорный момент, о котором нужно рассказать. Да, действительно по биомеханике подтягивания и выходы силы отличаются. Когда вы подтягиваетесь, вы тянете себя к перекладине. И Максим это отлично показал. Когда вы делаете выход, это больше похоже на попытку опустить турник перед собой. То есть турник опускаете перед собой. При этом, хотя он и говорит, что после небольшого сгиба вы поднимаете локти, на самом деле нет. На самом деле все ваше движение заключается в опускании турника перед собой. То есть локоть у вас изначально находится в самой высокой точке, когда вы просто висите на турнике, и никуда вверх вы его не поднимаете. Наоборот, вы все время, за все время движения, вы его опускаете относительно, допустим, своего плечевого пояса. Но при этом, за счет того, что вы опускаете турник перед собой и двигаетесь по дуге, вы забрасываете себя на перекладину наверх. Немножко упражнения отличаются. Если сравнить именно классические подтягивания с выходами, они отличаются. Если вы начнете делать, пытаться, высокие подтягивания до груди, и особенно если будете пытаться подтянуться до живота, то здесь уже биомеханика будет точно такая же. Единственная разница будет в том, что во время высоких подтягиваний вы свои кисти оставляете на месте, и тело у вас двигается по прямой линии. А во время выхода силой вы будете двигаться именно по дуге, и, проворачивая кисти, закидывать себя в положение упора на турнику. Грудь должна быть немного отклонена от вертикали между перекладиной и землей. При этом вы выводите свои ноги немного вперед, чтобы компенсировать вот эту дугу, вот это отклонение. Самая сложная часть именно забросить себя наверх, выжать себя над перекладиной обычно особого труда не составляет. И я хочу обратить внимание, ваше внимание на вот этот момент от рекордсмена мира, рекордсмена книги рекордов Гиннесса, который говорит, что выжать себя над перекладиной не составляет никакого труда. И это просто град камней в огород всех тех, кто зачем-то размещает отжимания от перекладины в своей программе, обучающей по выходам силы. Они там не нужны. Это пустая трата времени. Если у вас сейчас не получается выход, вам нужно учиться не отжиматься от перекладин. Вам нужно прокачивать взрывную силу. Вам нужно тренировать тяговые, а не жимовые движения. И таким образом вы гораздо быстрее научитесь делать выход силы. Прислушайтесь к Максиму, если 100-500 моих видео с разборами обучалок вас до сих пор не убедили в этом. Чтобы упростить выполнение выхода, лучше всего придать своему телу небольшую раскачку, чтобы этот импульс помог вам вылететь вверх. При этом начинать сгибание рук нужно, как только ваше тело повело назад. Многим сложно координационно поймать этот момент, поэтому для упрощения вы можете каким-то образом выйти в упор на перекладине, например, сделать подъем-переворотом, произвести опускание, ну и тут же попытаться сделать выход. В таком случае вам будет проще прочувствовать этот момент. Ну и стоит сказать, что второй выход проще сделать по сравнению с первым. Именно с точки зрения техники проще по этой причине, потому что вам проще понять, когда нужно себя начинать выталкивать вверх. Это правильный совет. Действительно, второй выход сделать легче, потому что, когда вы находитесь наверху, у вашего тела уже есть гораздо большее количество потенциальной энергии, которое оно сможет использовать, когда вы будете сбрасывать себя вниз и затем обратно пружинить, так сказать. Что касается непосредственно киппинга, использовать помощи ног, то, если мы внимательно посмотрим, Максимой не использует. Потому что он уже давно-давно перерос этот уровень, ему даже тяжело показать, как это правильно делать. Он чуть-чуть дает мах ногами, но все движение у него выполняется исключительно за счет силы спины и рук. И поэтому, если вы хотите понять, как правильно нужно делать киппинг, именно для того, чтобы помогать себе ногами в выходе сил, давать себе инерцию, давать себе вот этот вот импульс стартовый, посмотрите разбор на видео Виктора Блуда, где Виктор показывает это упражнение прямо идеально, лучше всех, кого я когда-либо видел. Он лучше всех показывает, лучше всех объясняет. Это было настоящим сюрпризом, но обязательно посмотрите, и после этого вы сразу поймете, что нужно делать ногами. Потому что это не мах ногами, это именно киппинг. Особая техника, которой нужно немножечко-немножечко поучиться. Но как только вы посмотрите его ролик, попробуйте, у вас все получится, вы сразу поймете, что нужно было делать. К сожалению, из видео Максима этого непонятно. Просто можете сравнить вот обучалку Максима, обучалку Виктора, и вы поймете, что я имею в виду. Очень действенным в изучении является использование резиновых петель. Они действительно сильно помогают наработать технику и немного разгрузить ваши руки и спину. Поэтому я настоятельно рекомендую, в том числе и опытным спортсменам. Я сам частенько их использую. Ну и поскольку Максим сам рассказал про резиновые петли, я не могу не воспользоваться моментом и не прорекламировать спонсора нашего канала магазин workoutshop.ru, в котором вы найдете лучший спортивный инвентарь для тренировок дома и на улице. В том числе резиновые петли, с помощью которых вы значительно ускорите свой прогресс в изучении выхода в силы. И это не мои слова, это слова Максима. И я с ним абсолютно согласен. Возьмите резиновую петлю, уберите часть нагрузки, делать выходы, отрабатывать технику, нарабатывать силу станет гораздо легче. А это значит, что и процесс обучения ускорится. Начните с зеленой петли, перейдите на фиолетовую, на красную, на желтую. И уже через месяц вы сможете сами делать выход силы. Я, кстати, обязательно запишу ролик на эту тему, как я сам обучался с петлями делать выход силы. Так что все будет. А мы смотрим дальше Максима. Ни в коем случае не пытайтесь перейти от выхода на одну к выходам на две, потому что это только испортит вашу технику. Только два локтя одновременно, только две руки, никак иначе. Это прекрасно. Это просто прекрасно. Это прямо как бальзам на душу. На канале есть отдельный ролик от меня, где я рассказываю, почему выход силы на одну руку никаким образом не приблизит вас к выполнению выхода силы на две руки. Там небольшое видео на несколько минут, но я подробно освещаю этот вопрос, поэтому просто перейдите по ссылке, и вы поймете, что имеет в виду Максим, почему он говорит, что нужно сразу учиться на две руки, а не учиться на одну. Это действительно не является подводящим, хотя некоторые, в том числе именитые атлеты на ютубе, рекомендуют делать это упражнение. И совершенно зря, совершенно впустую. Я же говорил, это прекрасная обучалка. Это одна из лучших обучалок, которые я когда-либо видел. Начинать изучение лучше всего в начале тренировки, после разминки, пока у вас много сил. Как часто пробовать? Ну, если с подтягиванием у вас все хорошо, то нарабатывать технику можно практически на каждой тренировке и периодически давать пару дней отдыха. В принципе, это все. Данной информации вам достаточно для изучения. Поэтому всем спасибо и пока. Ну что же, вот такой небольшой ролик, где все было сказано по делу. Опять же, в отличие от получасового ролика Гоги, где куча воды, куча рекламы, куча пустых и опасных упражнений. Максим пришел, рассказал, победил выхода силы. И вот за исключением пары маленьких моментов, о которых я должен был вам рассказать, в остальном это одна из лучших обучалок. Я могу выделить вот две обучалки. Максима и Виктора Блуда, но от Виктора чисто за киппинг. Вот прям вот... Если бы там не было киппинга, у него была бы очень посредственная обучалка. Но то, как он рассказал про киппинг, это прям великолепно. Великолепно. Посмотрите эти две обучалки. Это все, что вам нужно, чтобы научиться сделать выход силой до тех пор, пока я сам не запишу свое видео, где я вам расскажу в одном видео все, что нужно знать об этом упражнении. В общем, видео с Максимом мне очень понравилось. Очень понравилось. Рекомендую всем. И его канал тоже рекомендую. Так что приятный день. И солнышко еще приятно светит. Бывает. Бывает, иногда ты делаешь разборы, и очень хорошо становится на душе. Очень, знаете, тепло. А может быть мне тепло, потому что я нахожусь в новой зимней толстовке стритворкаут с утепленным капюшоном, с начесом, который меня как раз согревает сейчас и будет согревать всю зиму, чтобы я занимался в тепле и комфорте. Может быть и так. Если хочешь тоже тренироваться на улице всю зиму и не запариваться по поводу того, что тебе холодно или подувает в поясницу, то заказывай себе такую толстовку по ссылке в описании. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Антон, канал стритворкаут. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok